В этом году наша страна отмечает столетие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Он существовал чуть менее 70 лет, с 1922 года по 1991 год. В сознании людей Советский Союз являлся не просто огромной страной в мире, но и страной особого социалистического уклада. В этот период времени у государства появляются свои символы. О них вы можете подробно узнать на новой выставке в Ульяновском областном художественном музее, которая так и называется «Символы Советской Эпохи». Символы появляются с самых первых дней образования государства. Это серб, молот, пятиконечная красная звезда, которые появляются и на гербе государства, и на знамени, то есть главные атрибутики любого государства. А впоследствии эти же символы появляются в наградах и в каких-то особых знаковых документах, значках, то есть тем, чем люди награждались. Первоначальными знаками советской символики считаются серб и молот и пятиконечная красная звезда, появившаяся в Красной Армии в 1917-18 годах прошлого столетия. Они являлись одними из самых узнаваемых социалистических символов в мире и впоследствии ставшие государственными символами Советского Союза и республик, входивших в его состав. СССР декларировал себя как государство рабочих и крестьян. Собственно, серб и молот – это и есть изображение такого незыбливого союза пролетариата и крестьянства. Пятиконечная звезда – тоже не случайный символ, потому что планировалось, что мировая революция произойдет на всех пяти обитаемых континентах. Изображение на космическую тему, лица космонавтов, игрушки в виде ракет и спутников появляется повсеместно после 1961 года, в том числе и в Ульянской области. Они тоже становятся символами своего времени. В нашей коллекции хранится большое количество предметов декоративно-прикладного искусства с изображениями космонавтов. Это декоративные тарелки с изображением Юрия Алексеевича Гагарина, Германа Титова. Титов, кстати, приезжал в наш город. Вот здесь вот можно увидеть его фотографию в здании первой школы. Это 1965 год. И в этом же году он подарил нашему музею книгу с сайм-автографом. Постепенно с годами к советским символам добавляются новые. Они входят в повседневную жизнь человека и становятся приметами советского времени. Так, несомненно, символом является советский знак качества. Он ставился на серийной продукции высокого качества, выпускавшейся предприятиями СССР. Такой знак, кстати, стоял на автомобиле Ульяновского автозавода УАЗ-452. Мы его еще называем «буханкой», который стал символом советского автопрома. Выставка рассказывает и об основных достижениях Советского Союза, которые показаны через судьбы ульяновцев. Например, в экспозиции представлены документы педагога Веры Васильевны Кашкадамовой. Она стала героем труда в 1932 году. Кроме того, на выставке вы можете узнать, кто из ульяновцев был первым героем Советского Союза, кто завоевал олимпийские награды о комсомольцах-целинниках и строителях БАМа. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Олл Правда ТВ.